В региональном МВД сотрудники полиции и банковские работники вновь говорили о противодействии мошенникам. Напомним, на территории Верхней Волжья, как и по всей стране, на протяжении последних лет растет количество преступлений в сфере IT-технологий. Кражи с банковских карт, мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации. За истекший период зарегистрировано порядка 2000 краш и мошенничеств, которые совершены с использованием информационно-технологий. Плюс сейчас активно развивается такой вид преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации. Основной способ совершения преступлений – звонки под разными предлогами, но с общей целью – получить доступ к вашим персональным данным и к вашим счетам. Сейчас один из самых распространенных предлогов – это звонок от оператора сотовой связи. Когда злоумышленник представляется оператором сотовой связи, говорит о том, что у вас сейчас номер будет заблокирован, и для его подтверждения или продления договора необходимо продихтовать смс-сообщение, которое получит гражданин. Стоит сразу отметить, что договоры обслуживания у оператора сотовой связи бессрочные, поэтому каких-либо таких звонков операторы сами и их представители, сотрудники не осуществляют. Это делают мошенники с целью получения доступа обычно к порталу госуслуг. То есть под данным предлогом мошенник пытается осуществить доступ в портал госуслуги. Предлоги и способы обмана мошенники быстро меняют. Работают, что называется, на злобу дня. Звонят гражданину неизвестные лица и сообщают, что им, например, надо подойти в пенсионный фонд и для этого пройти онлайн-запись на определенное время. Опять же придет смс-ка. Либо надо продлить полис медицинского страхования, что можно сделать опять же удаленно. И опять же потерпевшему придет смс-ка, из которой надо продихтовать цифры. Помните, мошенники сделают все, чтобы завладеть вашими деньгами и персональными данными. В очередной раз обращаемся к гражданам для того, чтобы призываем их быть бдительными. Никогда никому по телефону, неизвестным лицам не дихтовать свои персональные данные, не передавать из смс-сообщений никаких пин-кодов. Кто бы кем бы вам не представлялся и какой бы предлог для этого не использовал. Всегда можно подойти вживую в пенсионный фонд, в отдел полиции, в собственный банк, куда угодно. И решить эти вопросы именно личным присутствием, где уже будет уверенность, что вас в данном случае не обманут. Представитель отделения Тверь Банка России Вячеслав Сапунов посоветовал жителям региона выработать для себя правила, которые помогут противостоять мошенникам. Первое, если тебе позвонили, надо говорить о том, что мы не знаем, кто нам звонит и кто стоит на другой трубке телефона общается с нами. Поэтому подходить критично и всегда прекращать разговоры самому, набирать ту организацию, откуда позвонили, чтобы выяснить, существуют ли какие-то вопросы. Критично подходить, какие пароли мы выбираем на ресурсах интернет. Потому что была зафиксирована такая схема, когда мошенники подбирают логин и пароли, которые находились ранее в утечках со сторонних ресурсов. И если этот такой же пароль присутствует, логин присутствует на торговой площадке, мошенники его подбирали, используя уже утекшие данные в среду, и совершали мошеннические переводы денежных средств от лица якобы жертвы. Новый способ обмана спекулирует на недавних школьных экзаменах. Мошенники стали выдавать себя за наблюдателя экзаменов на комиссии. Аферисты писали в мессенджерах школьникам, которые сдавали ЕГЭ, о том, что камеры зафиксировали списывание во время тестирования и требуется оплатить штраф. Школьнику сразу присылается ссылка для оплаты штрафа. Но на самом деле она ведет на афишинговую страницу, о которой Роман Сергеевич уже рассказывал, в которой никакого отношения к официальным органам эта страница не имеет. Под прицелом манипуляторов участники СВО и члены их семей. Мошенники звонят или пишут в мессенджеры самому вынослужащему или его близкому. Сообщают, что за нарушение дисциплины, либо служебных обязанностей ему грозит штраф. Поэтому с его счета спишут и на временную выплату в размере определенной суммы денег, около 195 тысяч рублей. И получается, это практически начинает та же работать схема, как с безопасным счетом, что необходимо, чтобы деньги не были списаны, перевести деньги на безопасный счет. В доказательстве своих слов обманщики присылают поддельный приказ департамента финансового обеспечения Минобороны. Еще раз отметим, никакого безопасного счета не существует. Все данные уходят аферистам. Совет тот же. Любые разговоры и переписки по поводу денег нужно прекращать. Нередко жертвами мошенников становятся подростки. С 14 лет они могут иметь банковскую карту. Несовершеннолетние мечтают быстро разбогатеть и побольше получить на халяву. Здесь приходятся, кстати, так называемые беспроигрышные лотереи. Для участия в лотерее нужно, возможно, внести какой-то элементарный маленький платеж. Но самый главный ключевой момент заключается в том, что когда ты выиграл в беспроигрышной лотерее, ты выбираешь какой-то подарок, который ты хочешь. Тебе необходимо оплатить доставку или какую-то комиссию, так скажем, налог на выигрыш. И, скажем так, победители направляются на все те же фишинговые сайты, вводят свои данные своих банковских карт или карт родителей, и все денежки улетают мошенникам. Нередко преступники взламывают аккаунты подростков и, используя искусственный интеллект, подделывают голосовые сообщения и изображения человека. И разослать сообщения друзьям с просьбой о помощи, скинуть небольшую сумму денег, оказавшись в тяжелой ситуации, никто из его друзей, скорее всего, не поймет о том, что это не он, потому что изображения искусственный интеллект подделывает сейчас довольно-таки правдоподобно, и отличить не каждый сможет сразу. А еще участились предложения о выкупе пушкинской карты. Не ведемся на это. Деньги с пушкинской карты невозможно снять, обналичить их. Возможно только потратить на билеты. А билеты именные, то есть билеты тоже продать никому невозможно. И еще раз напоминаем, не ведемся на звонки, касающиеся недавних экзаменов. Подросткам предлагают купить ответы. Ответы на экзамены. Это тоже в современном мире невозможно, получить ответы на этот экзамен. И практически со стопроцентной вероятностью этим занимаются мошенники. И, скорее всего, именно по этим статьям никогда не будет никаких заявлений, потому что дети, их родители наверняка никогда не пойдут жаловаться в правоохранительные органы, говоря о том, что они там сами пытались нарушить закон. Поэтому стоит об этом тоже помнить и родителям и детям об этом знать. Несовершеннолетние могут стать как жертвой мошенников, так и вовлеченными в преступную схему. Подростков выкупают карты за денежки. То есть подростка просит оформить на себя банковскую карту, продать ее третьим лицам неизвестным. Также просят, используя свои счета, проводить деньги неизвестные, обналичивать их или осуществлять дальнейшие переводы третьим лицам. Важно помнить, что то, о чем я сейчас сказал, является дроперской деятельностью. Это преследуется по закону и не стоит этим заниматься. Помните об этих правилах поведения и не дайте преступникам себя обмануть.